Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение о второй книге Парли Паминон, книге Хроник, летописи, и читаем 24 главу. «Семь лет был Иоас, когда воцарился, и сорок лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его цевья из Версавии, и делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иоадая священника». Здесь имеется в виду то, что пока Иоадай священник, его наставник, был жив, он, Иоас, поступал правильно. А когда священника не стал, он мог допускать какие-то ошибки. И в этой главе рассказывается о том, как этот царь Иоас начинает обновление храма. Дело в том, что в одни Гафолии храм был приведен в полное запустение, ибо все лучшие украшения храма Гафолия перетаскивала в капище Ваала, но это капище было разрушено после того, как свергли Гафолию и поставили царем Иоаса. Об этом рассказывается в предыдущей главе. Но для того, чтобы обновить храм, Иоас оказался перед дилеммой. Или левиты по-прежнему будут собирать деньги, но эти люди как-то расточительно обращались с деньгами. Или пригласить распорядителей работ по восстановлению храма и им давать деньги, и запретить левитам получать деньги в руки. И с этой целью царь приказал сделать ящик, который был при входе в храм. И была создана, как бы сейчас сказали, ревизионная комиссия. В ящике сверху была щель, отверстие, через которое бросали серебро и сыпали золото. И когда ящик переполнялся, то собиралась эта комиссия, человек от первосвященника, человек от царя, человек от распорядителей работ, и они все это считали и давали в руки распорядителям работ. А священникам в руки не давали. Потому что, во-первых, священники были все женаты, а, как известно, это слова апостола Павла, женатые думают о том, как угодить жене. А вот неженатые думают о том, как угодить Господу. А учененные на работе, они жили этими работами. Это и был их бизнес, восстанавливать то, что они восстанавливают. И начинается обустройство храма. Оно протекало очень успешно. Это было настоящее обновление храма. И 14 стих сообщает, «И кончив все, они представили царю и Иодаю остаток серебра и сделали из него сосуды для дома Господня, то есть из этого серебра и золота, сосуды служебные и для всесожжений чаши и другие сосуды золотые и серебряные. И приносили всесожжение в доме Господнем постоянно во все дни Иодая». То есть со всяческим постоянством совершалось приношение. Оно совершалось утром и вечером, как мы уже с вами знаем из других текстов. Далее говорится, «И состарился Иодай, и, насытившись днями жизни, умер 130 лет было ему, когда он умер. Иодай — это тот самый священник, который воцарил Иоса. Он прожил очень долгую жизнь, 130 лет. И похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле для Бога и для дома его». То есть в отличие от этих левитов, Иодай вел себя правильно. И, кстати, он советовал царю поступить так, как тот поступил, вот с изготовлением этого ящика. И далее мы читаем, «Но по смерти Иодая пришли князья иудейские, поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их. Уже наставника нету, который, можно сказать, всю жизнь был с ним. И он подпадает под влияние вот этих князей, царим, которые дают ему всякие советы. «И оставили дом Господа, Бога, отцов своих, и стали служить деревьям, посвященным идолам, и был гнев Господин на Иуду и Иерусалим за сию вину их». Я думаю, что священник Иодай в гробу переворачивался от таких действий его воспитанника. «И он, то есть Господь, посылал к ним пророков для обращения их к Господу, чтобы они вернулись на путь к Господню. И они, то есть эти пророки, увещевали их, но те не слушали. И Дух Божий облег Захарию, сына Иодая, священника, и он встал на возвышение перед народом, и сказал им». То есть Иодай умер, но это не значит, что голос Божий умер. Сын Иодая становится на возвышение и говорит от имени Господа. «Так говорит Господь. Для чего вы приступаете по велению Господне? Не будет успеха вам. И как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». И сговорились против Него, против Захарии. То есть оставили против Него заговор. Казалось бы, надо было послушаться Его. И сговорились против Него, и побили Его камнями по приказу царя Иоаса. Побили камнями сына Иодая, который воцарил семилетнего Иоаса и был его главным воспитателем. И вот неблагодарный царь под влиянием конезей неких повелел побить Захарию, сына Иодая, камнями, как будто какого-то грешника. Причем на дворе Дома Господня. Таким образом, а сквернили Дом Господень. Потому что мы знаем, что сам Иодай не разрешил, например, Гафолию убивать в Доме Господнем или во дворе Дома Господня. Его увели куда-нибудь подальше. «И не вспомнил царь Иоас благодеяние, какое сделал ему Иодай, отец его, то есть отец Захарии, и убил сына его, то есть сына Иодая. И он, умирая, говорил, да видит Господь, да взыщет». Захария произносит вот эти слова. «Грозного предостережения. И как следствие такого преступления неблагодарного царя, нашествие сирийцев и убийство самого Иоаса». И мы читаем с 23 стиха Аниши. «И по истечении года выступило против него войско сирийского, и вошли в Иудею, и в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа, вот этих князей, которые подговаривали царя поступать неправильно, и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск». То есть первые, кто получают наказание, это зачинщики. Зачинщиков наказывают даже без всякого страдания. Хотя в небольшом числе людей приходило войско сирийское, то есть немного их напало, но Господь предал в руку их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа, Бога, отцов своих. И над Иоасом совершили они суд. И когда они ушли от него, оставив его в тяжелой болезни, то составили против него заговор рабы его за кровь сына Иодая, священника, то есть за Захарию решили отомстить царю, и убили его на постели его, и он умер. И похоронили его в городе Давидовом, но не похоронили его в царских гробницах. Заговорщиками же против него были Завад, сын Шемиафы, аманитянки, и Егазавад, сын Шемрифы, аманитянки. О сыновьях его и о множестве пророчеств против него и об устроении Дома Божия написано в книге царей. И воцарился Амасия, сыново, вместо него. Непутевый царь, неблагодарный царь. Но пока он был жив, в общении с Иодаем, духовно жив, он был благом для своего народа. А после смерти Иодая он сам духовно умер под влиянием честивых князей. И что осталось от его правления? Ящик для сбора цедаки, то есть пожертвования. Такой ящик можно увидеть в каждом христианском храме, в каждой еврейской синагоге. Можно сказать, это единственное достижение, неплохое, разумное, потому что человек жертвует столько, сколько он хочет, и не обязательно смотреть, сколько он жертвует. Каждый мог совершать это по усердию и даже анонимно. И все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok